И вот рано или поздно и здесь все заасфальтируют. Магнитогорск вообще движется стремительно к образу цивилизованного города. Будем надеяться, что в этом году улицу Уральскую успеют сделать. И тогда здесь, на поселке Старая Магнитка, на улице Салвата и Улаева, 16, будет не протолкнуться. Примерно понятно, да, как сюда проехать. Почему здесь будет не протолкнуться? Потому что здесь работает шелл-центр. Настоящий шелл-центр, где вам не наливают лукойл по цене шелла. Нормальный бизнес, да? Здесь наливают исключительно шелл из шелловских бочек. Естественно, здесь самые дешевые цены. Потому что если бы я вам открыл тайну, кто этим делом занимается, то все бы стало ясным и очевидным. Но скажу, что этим занимается очень серьезная и авторитетная структура. Которая масла лила, когда еще и пунктов по экспресс-замене масел не было. Теперь это широко разбросанная сеть. Где-то заливается кострол, где-то мобил. А вот здесь заливается шелл. Соответственно, по самой низкой в городе цене. Нас часто просят уточнить, где располагаются низкие цены. Так вот, как правило, низкие цены вы не можете найти на центральных улицах. Это, извините, не позволяет аренда. Низкие цены располагаются на улочках попроще. И поискать придется. Есть ли низкие цены и высокое качество практически на проспекте Ленина? Есть. Но только в старой магнитке. В любом другом месте все, что в центре, то дорого. Шелл-центр располагается в непосредственной близости к центральной магистрали города. Найти совсем-то просто. Это начало, либо конец новой застройки в Акурат, перед или за Казачьей переправой. Ну, в зависимости от того, куда вы направляетесь. На юг или на север. 15 секунд небольшой тряски, зато экономия бюджета. Да и о наболевшем. Большинство сервисов города это далеко не экспресс-сервисы по ремонту всего. Кроме этих. Так что, если что-то свистит или стучит, будь то это втулка или рулевой, вам это по нормальным ценам здесь и поменяют. И, кстати, достаточно скоро будет актуальна тема шиномонтажа. Опять же заметим, эта услуга здесь проводится, когда у других мастера уже на стакане. Конечно, за Шеллом люди приедут и в Челябинск, и во Владивосток. Но зачем туда далеко немножко? Здесь в центре города это есть. Все-таки давайте объясним, как добраться сюда правильно. В принципе, проспект Ленин находится буквально, я не знаю, там, в 150 метрах от поста. Естественно, для удобства, для того, чтобы у нас можно было найти, по обеим сторонам проспекта Ленина, в районе дома номер 142 по Ленина, расположены баннеры, то есть с указанием, как до нас доехать. Плюс дополнительный баннер прямо перед поворотом у нас висит на заборе. Достаточно большой, яркий, его видно бездалека. И они сюда приехали и получили к бутерброду с маслом еще и красную икорку. В смысле цен? Да, цены на самом деле не кусаются, цены лояльные. Хотелось бы отметить, что у нас одна из основных услуг замены масла, она является бесплатной. То есть плюс шиномонтаж. Простите, простите, мы, значит, получается, Шелл фирменный заливаем бесплатно, получается? Да, естественно, при покупке масла на фирменном пункте замены масла Шелл, замена масла производится бесплатно. Ну, а если у нас нет денег на Шелла? Если мы хотим качественного Лукоила. Лукоил также у нас имеется в ассортименте, пожалуйста, ради бога. Лукоил 1040 у нас стоит всего 100 рублей литр. То есть это для таксистов, для газелистов и для тех, кто деньги экономит совсем. Ну, в принципе, отечественный автомобиль, конечно, любит Шелл, но может и на Лукоиле поехать. Хорошо, это все понятно. Но у автомобиля не только пламенное сердце, у него еще колеса есть. Да, шины, они, естественно, изнашиваются, шины прокалываются. То есть у нас есть спектр услуг по шиномонтажу. Естественно, демонтаж, монтаж, то есть новое современное оборудование, плюс, естественно, мы делаем любые проколы. Вы работаете до скольки и со скольки? График у нас 12-часовой, мы работаем с 9 до 9, без выходных, без перерыва. Я недавно видел, как владелец 140-го Мерседеса в субботу вечером искал, не так поздно, кстати, было, где переобуться, в смысле колесо перекинуть. То есть это ваша точка, получается, которая работает до 9 часов вечера? Да, все верно. С 9 до 9, пожалуйста, в любое время, мы от милости просим. Центр города? Центр города. А был ли мальчик-то? А был ли шелл-центр? Ну, не знаю. История об этом умалчивает. А та история, которую я снимал, честно говоря, не хочет проявляться уже. Ну, потому что как-то так получилось, что сегодня и сейчас шелл-центр, настоящий, оказывается, шелл-центр, это вот здесь. В Акурат после казачьей переправы. Если вы останавливаетесь на светофоре перед позитроникой, вы поймете меня и увидите это самое место. Вот. Боннирочек, который мы вам обещали. И поворот налево. Здесь поворачивать налево нельзя. Надо доехать до места разворота, развернуться. И здесь уже направо. И вот этот дом, перед которым вы повернете. И приедете, и зальете ваш любимый шелл в ваш любимый автомобиль. И вы будете ездить и не угорать ни на чем. Потому что, действительно, шелл – это грызганный лидер в производстве высококачественных масел. Ну, и что меня не может не радовать. В тот момент, когда автомобильные масла, ну, в большей своей части прекратят существование, шелл, как настоящий энергетический гигант, предложит вам наверняка сеть электрозаправочных станций. Потому как те деньги, которые сейчас шелл зарабатывает на масле, он успешно вкладывает в развитие альтернативной энергетики. Но это уже совершенно другая история. Наша же история, история города Магнитогорска, с двигателями пока еще внутреннего сгорания, имеет счастливое продолжение здесь.